Лошадь Эквус Ипос. Название грациозного животного на русском, латыни и греческом. Уже много веков незаменимый помощник и спутник человека. Но знаете ли вы, что ее предок был не выше современной домашней кошки? Об этом и многом другом можно узнать на новой выставке, открывшейся в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Она нам предоставлена музеем-заповедником Евногория, который находится в Воронежской области. Музей этот архитектурно-археологический, и на его территории обнаружена стоянка древнего человека. И на этом месте проводились неоднократно археологические раскопки. Археологам удалось обнаружить орудия труда наших предков, а также большое количество костей древней лошади. Они легли в основу новой выставки, насчитывающей более 250 экспонатов. Здесь вот мы видим ногу лошади, и этим костям около 14 тысяч лет. Также здесь представлены древние кости, допустим, лошади, но разного возраста. Сравнивается кость лошади берцовая, бедро лошади, с бедром сурка. Ножем чужиной экспозиции является единственный в мире целый скелет древней лошади. Не верится, что этим костям уже 14 тысяч лет. Последняя фаланга пальцев. Лошадь, да, ее предки, они ходили на пальцах. И потом вот это вот происходила модификация. У лошади очень большой череп, но основу его составляет именно челюсть. Потому что лошадь, она постоянно ест. Кстати, о том, чем лошадь питалась и питается, также можно узнать на выставке. Уникальность экспозиции в ее интерактивности. Например, с брую можно не только рассмотреть, но и потрогать. А с помощью ростомера можно определить, с какой лошадью вы одного роста. Например, я немножко повыше, чем Коппернгаген, но еще не доросла до орловского рысака. А вот самой высокой лошадью в мире признан жеребец Сэмсон породой шайр, рост которого достигал 2 метров 19 сантиметров. Древняя прародительница рода Рагипус была, как современная кошка, всего 35 сантиметров в холке. Также посетители выставки смогут покачаться на лошади-качалке и подковать коня. Так называется интерактивная игра. Ну а тем, кто интересуется историей и археологией, будет интересно узнать, как все эти экспонаты были найдены. Этому посвящен целый ряд стендов. Выставка будет работать все лето до 11 сентября. Не пропустите. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.